Президент США Джо Байден эпично прибыл в Варшаву. Польские журналисты публикуют кадры, уже облетевшие весь интернет, где некий человек царяет равновесие и скатывается вниз по перилам. Многие предположили, что это и есть 80-летний Байден, тем более, что немолодой американский лидер два раза падал на трапе. Меня зовут Гульнара Хабирова, расскажу о приключениях и заявлениях американского лидера в Польше. Байден приехал в Польшу на встречу с Дудой, но внимания всех больше приковал момент падения человека с самолета. Местные СМИ сообщают, что один из прилетевших с Байденом скатился кубарем с трапа в Варшавском аэропорту. Однако, кто это конкретно был, пока неизвестно. Президентский самолет приземлился уже после 23 часов. Бесторжественной церемонии американского лидера сразу отправили отдыхать в гостиницу. Дуда встретил Байдена у ворот Королевского дворца, как и в прошлом году. Правда, проходка по красной дорожке Байдену явно далась трудом. В связи с приездом президента США в Варшаве ввели усиленные меры безопасности, запретили ношение оружия, стянули дополнительные силы полиции. Установили билборды с прошением оружия Украине, а отдельные активисты украинские даже выстроились перед отелем, где поселился американский лидер. Выступление Байдена в Польше особенно все ждали, ведь оно состоялось после послания президента России федеральному собранию. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сразу отметил, что речь американского лидера не планировалось как ответ Путину. Но получилось, как всегда, наоборот. Байден назвал события на Украине самой большой войной в Европе после Второй мировой и что спецоперация России стала испытанием для США. Американский лидер заявил, что не даст Путину победить. США собрали коалицию по всему миру. Более 50 стран для помощи Украине. В общем, очень много лозунгов без конкретики. После 16-минутного выступления Байдена на сцену вышли дети с флагами Украины, Польши и США. В двухдневной программе Байдена в Польше встреча с лидерами стран Бухарестской девятки. Восточным флангом Альянса президент США намерен обсудить новые санкции против России и дальнейшие поставки вооружения Киеву, которые, как неоднократно подчеркивал Белый дом и лично Байден, будут продолжаться столько, сколько потребуется. Мы следим за развитием событий. Подписывайся на наш канал.